Всем привет, это Бостон, а это инфоблог по LOL Wild Rift. Да-да, ребят, это не шутка. Про моблу тоже будет, но ближе к концу видео. В сети появилось обращение от команды разработчиков LOL Wild Rift. Они поблагодарили поклонников за поддержку и интерес к игре и рассказали о процессе разработки игры. Они хотят максимально точно перенести механику и скиллы из компьютерной версии в мобильную. Я думаю, этот подход и вызывает основные проблемы и проволочки. Механика игры очень сложная для полного переноса в мобильную версию. Как мне кажется, они хотят избежать реворков, чтобы персонаж был узнаваем в плане скиллов. Но при этом, такие чемпионы, как Арианна, Нами и Зигз будут идентичны своим ПК-версиям. Большинство персонажей получат небольшие изменения для приспособления их механик к мобильной версии. Кстати, по видеоряду стало ясно, что в игре будут присутствовать ворды. Это такие предметы, которые можно ставить в любое место на карте для обзора определенной области вокруг них. При этом, сами они невидимые. Как я понял, Риотам пришла в голову отличная идея превратить пассивные способности некоторых персонажей в дополнительные активные кнопки. Например, увеличение скорости атаки у Вейн или Твистед Фейта. Некоторые скиллы с наведением переделали в скиллы без наведения. Похоже, пока это только усложняет задачу. На ПК-версии ты наводишь мышкой на врага. Кликнул кью и герой попадает в цель без промаха. В мобильной же версии у тебя узенькая наводка. Во-первых, ею можно легко промазать, а во-вторых, попасть в ближайшего врага, а не в того, в которого целился. Но в этом есть и свои плюсы. Например, ты можешь попасть во врага, который находится вне твоей видимости. Некоторых персонажей бафнули. Например, у люкс ПК-версии небольшой радиус ульты. А в мобильной версии она заряжает куда хочет. Хоть с бота на топ. Про сроки и даты снова ничего. Никаких обновлений в ближайшее время. Что я лично думаю, вместо упрощения ПК-версии они начали добавлять дополнительные способности. Что только усложняет игру. Кроме того, нет никакого намека на альфа или бета-тестирование. А уже по сути апрель. Это значит, что все еще очень сыро. И не факт, что игра выйдет в 2020. Возвращаемся к новостям по мобле. Начнем с жары. Уступила информация, что новых ревампов будет не 4, а целых 5. Похоже, вместо Лейлы будут ревампать Сабера и Мию. Но это еще не окончательно. Появились концепты по новым изображениям для некоторых предметов. Также появился концепт разработки нового скина на Фашу. Один из них я нахожу очень странным. Но кто я такой, чтобы судить? По героям. Кажется, что новый маг это все-таки девушка. С именем Йи или что-то вроде того. И на нее появились новые красивые изображения. Наконец-то по полю дорисовали куплу. Появился концепт-арт еще одного персонажа. Арабского бойца. Смесь Джафара с Аладдином. Скины. Харит получит новый скин в честь Эвосов. Сейчас выбирают одного из двух. Показали новые боевые эмоции. Нану в стандартном скине. Грэнджера в грядущем скине Био-Солдат. И Харита в скине Эвосов. Спасибо за внимание. Обязательно поделись этим роликом в социальных сетях. Ах да, сегодня же уже 19 марта. А значит, совсем скоро выходит скин на Ван-Ван. Кошачий командир. А это значит, настало время для розыгрыша. Условия все те же. Подписаться на канал. Открыть свои подписки в ютуб. И написать в комментарии к этому видео. Хочу скин на Ван-Ван. Количество игр, сыгранных на этом герое. Их должно быть более 50. И свой внутриигровой айди. Всем спасибо. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok